Субтитры делал DimaTorzok В Диме родились два поэта, два человека, во многом определявшие лицо Серебряного века, то есть целой эпохи в истории русской культуры, а не только в русской поэзии. При том, что эти два замечательных автора, пожалуй, в каком-то смысле являются полной противоположностью друг друга. Во всяком случае, конечно же, различий у них больше, чем пересечений. Однако пересечения, помимо года и месяца рождения, тоже есть. Но начать с того, что и Саша Черный, и Андрей Белый — это неподлинные имена, а псевдонимы. Андрей Белый на самом деле Борис Николаевич Бугаев, а Саша Черный — Александр Михайлович Гликберг. Но другое дело, что у псевдонима Саши Черного есть хотя бы какая-то реальная зацепка, а именно имя Александр. Впрочем, не случайно превращенное в уменьшительное Саша. А Андрей Белый, как мы видим, со своим именем и со своей фамилией разошелся, ну, что называется, окончательно. Здесь никаких пересечений нет. И все-таки, тем не менее, несмотря на то, что эти два поэта, две замечательных фигуры русской литературы начала 20-го столетия, действительно прошли совершенно разный путь, попробуем у них определить не только различия, и увидеть не только то, что их отличает друг от друга, но и обнаружить какое-то сходство. Понятно, что речь будет идти, в первую очередь, конечно же, о поэзии и лирике, когда речь зайдет уже о другом творчестве, но в первую очередь Андрея Белого, а здесь сопоставление с Сашей Черным. Но, наверное, если и возможно, то они будут весьма условны и неубедительны. Во всяком случае, если в поэтическом творчестве и того, и другого, наверное, можно разглядеть какие-то общие черты, то, что касается другого творческого наследия этих двух авторов, здесь различия настолько серьезны, что выявлять какие-то сопоставления, пожалуй, не имеет смысла. Биография каждого из этих авторов складывалась, конечно, по-разному. Саша Черный родился в Одессе, в семье, в общем, достаточно благополучной. На 15 лет он ушел из дома, и начались его скитания. Он учился в гимназиях, его оттуда изгоняли, иногда за конфликты с директором. Затем он переехал в Петербург, начал печататься в журналах. Одно время учился в Германии, точнее, слушал лекции в Гельдерберге. Затем стал очень известным автором. И действительно, по популярности Саши Черный в десятых годах 20-го столетия, если иметь в виду поэзию, если иметь в виду массовую популярность, то есть внимание массового читателя, может быть сопоставим, пожалуй, лишь еще с одним поэтом, который, кстати, ему по дарованию гораздо ближе, нежели Андрей Белый, Николай Огнивцев. Вот любимый поэт, Огнивцев был любимым поэтом гимназисток, студентов. То же самое можно сказать и о Саше Черном. Его номера с его публикациями, будь то Сатирикон, будь то другие журналы начала 20-го столетия, раскупались и прочитывались, и читатели, получая, допустим, тот же самый Сатирикон, в первую очередь, искали новое стихотворение Саши Черного. Затем наступила Первая мировая война. В отличие от Андрея Белого, Саш Черный отправился на фронт. В революцию он не принял, эмигрировал, жил сначала в Литве, а затем в Берлине, наконец, в Париже. Уже в конце своей жизни он приобрел дом на юге Франции, а умер, но по существу от несчастного случая, от огненной стихии, которая, кстати говоря, сгубила и Андрея Белого. Андрей Белый в Коктебеле, в Крыму, умер, как говорят, от последствий солнечного удара. А Саша Черный увидел горящий дом соседа, бросился его спасать, и после этого скончался. Так что, как видим, огненная стихия сгубила и того, и другого. Но все-таки Андрей Белый умер в России, а Саша Черный скончался во Франции. Его могила была затеряна лишь недавно, собственно, она была восстановлена. Детей у него не было, и поэтому память сохранилась лишь в истории литературы. В этом смысле, конечно же, и судьба их творческого наследия одновременно, исходна и различна. И Андрей Белый, и Саша Черный на протяжении очень многих лет не пщатались вовсе. По разным причинам Саша Черный, в первую очередь, как эмигрант. Андрей Белый не столько как эмигрант, хотя в эмиграции он тоже побывал. Он так же, как Саша Черный, был в Берлине в 20-х годах, но вернулся в 27-м году и последние годы провел в России. Но, конечно же, в первую очередь, не печатался и не публиковался долгое время Андрей Белый во многом из-за своего мировоззрения, из-за этого налета мистицизма. И тем не менее, все-таки, его произведения выходили и в 30-е годы, а затем, уже и при советской власти, вышел, например, в серии литературные памятники, его, пожалуй, самый известный роман «Петербург». А начиная с 90-х годов Андрея Белого издают более чем активно. Выходит его собрание сочинений, печатаются его дневники и воспоминания, которые до этого не печатались, в том числе и замечательными комментариями Александра Васильевича Лаврова, работающего в Пушкинском доме, который комментирует воспоминания Андрея Белого на рубеже двух столетий, начала века между двух революций. Печатаются и те вещи Андрея Белого, которые ранее не публиковались вовсе, переиздаются. И в скором времени, я надеюсь, во многом, конечно же, вот эта лакуна творческая, наследие Андрея Белого, которая до этого хранилась в большей части в архивах, будет доступна и массовому читателю. Так же, как и Саше Черный, долгое время не публиковался, но все-таки выход его, например, в серии «Библиотека поэта» также стал событием. Ну а сегодня и того, и другого легко найти в интернете. И на самых разных сайтах и порталах творчество Андрея Белого и Саше Черного представлено, если не в полном объеме, то, по крайней мере, эти публикации, эти произведения делают вот этот ряд достаточно репрезентативным для того, чтобы судить о творчестве и того, и другого. Ну, я уже отчасти начал разговоры об Андрее Белом. Его биография складывалась совершенно иначе. Он родился в семье московского профессора, декана математического факультета Николая Васильевича Бугаева в доме на Арбате, на углу Арбата и Денежного переулка. Нынешний адрес — это Арбат, 55. Здесь, на третьем этаже этого дома, находилась квартира Николая Васильевича Бугаева. Кстати говоря, по соседству находилась квартира Сергея Михайловича Соловьева, брата Владимира Соловьева и, прошу прощения, Михаила Сергеевича Соловьева, брата Владимира Соловьева и сына историка Сергея Михайловича Соловьева. Ольга Михайловна Соловьева, его жена была знаменитой художницей, а их сын Сережа Соловьев стал ближайшим другом, как Андрея Белого, так и Александра Блокова. К квартиру Николая Васильевича Абугаева приходили самые разные люди. Кстати говоря, бывал здесь и Лев Николаевич Толстой. Ну и профессура Московского университета. Можно впоследствии, чуть позже, в тот момент, когда Андрей Белый уже дебютировал в литературе, здесь бы побывали практически все представители Серебряного века. И Брюсов, и Бальмант, и Александр Блок приезжал из Петербурга, и Зинаида Гиппиус, и Дмитрий Мережковский. Иными словами, практически все побывали в этой замечательной квартире. Приходили сюда и философы, например, Владимир Эрн и Павел Александрович Флоренский. Они, кстати говоря, слушали курс Николая Васильевича Абугаева. Напомню, что Павел Александрович Флоренский учился на математическом факультете Московского университета. Так же, кстати говоря, как и Андрей Белый. По окончании знаменитой Поливановской гимназии, которая находилась совсем неподалеку, здание сохранилось и до сих пор. Лев Иванович Поливанов был знаменитым преподавателем. И у него учились такие замечательные люди, как Валерий Брюсов или Лев Львович Толстой, сын Льва Николаевича Толстого, который оставил воспоминания о Поливановской гимназии. На Белого эти годы учебы оказали сильнейшее влияние. И в своих воспоминаниях он подробно рассказывает и о самом Поливанове, и о Поливановской гимназии. Так вот, после окончания Поливановской гимназии Белый поступил на математический факультет Московского университета, который и закончил. Но занимался он не математикой, поскольку математический факультет в начале XX века соединяет в себе как бы несколько факультетов, которые затем отделились. Это и биология, и химия, и физика, и география. И дипломную работу писал Андрей Белый по географии. У него была дипломная работа, связанная с оврагами. А то, как он издавал экзамены по биологии, в частности, опять-таки подробно описано в воспоминаниях. После этого Андрей Белый некоторое время проучился и на филологическом факультете, но его он уже не закончил. К этому времени, то есть уже к 1905 году, он достаточно известная фигура и практически полностью занимался литературой и литературным творчеством. Он печатался в журналах, альманахах, которые выходили в Москве и в Петербурге. Ездил в Петербург, в Париж достаточно рано. Он предпринимал заграничные путешествия, в частности, с Мережковским и Гиппиус. Довольно сатирически он описывает это путешествие в Париж. А затем увлекся антропософией, к тому времени он был уже женат на Асе Тургеневой. Три сестры Тургеневых были достаточно известны в Москве. Вот на Асе Тургеневой был женат Андрей Белый. И отправился в 10-х годах в заграничные путешествия. Затем долгое время провел в Швейцарии, в Дорнахе. А там Рудольф Штайнер строил теософский храм. Точнее, антропософский уже. Но при желании могу ответить, если вы захотите, на вопрос, чем антропософия отличается от теософии. Хотя два этих учения, две эти концепции непосредственно связаны друг с другом. Так вот, этот антропософский храм Гётеанум под руководством Рудольфа Штайнера строит Андрей Белый вместе с Асей Тургеневой. Занимается самыми разными вещами. Он в данном случае открывает в себе самые разные таланты. Резчика по дереву, художника. Асей Тургенева разрисовывает витражи этого первого Гётеанума. Его, в общем, легко найти, я думаю, даже в интернете. Но, а если кто-нибудь из вас будет в музее Андрея Белого, огромная витрина знакомит с самыми разными экспонатами, связанными с Гётеанумом. Это первое здание, построенное из дерева. Совершенно удивительное сооружение с огромным куполом. Сгорело в 1916 году, и теперь на его месте возвышается уже здание, построенное из бетона. Но затем, все-таки, во время Первой мировой войны, Андрей Белый возвращается в Россию. Здесь он встречает революцию. И затем, уже в 1920-е годы, эмигрирует, как я сказал, в Берлин. Относится он достаточно болезненно к эмиграции. И вообще находится в довольно расстроенном состоянии. Связано это еще и с тем, что между Белым и Асей Тургеневой долго назревал разрыв. И, наконец, он произошел. Они расстались. И вот об этом периоде есть замечательные воспоминания Марины Цветаевой, например. Которая пишет совершенно один из удивительных очерков, связанных с Андреем Белым. И описывает как раз именно этот берлинский период. А еще одного замечательного человека, Федора Степуна, автора воспоминаний, бывшие и не сбывшиеся. Также есть очерк, посвященный Белому, где Федор Степун довольно подробно описывает состояние Андрея Белого именно в этот период. При том, что именно Степун написал замечательную фразу, что Андрей Белый один из немногих почти гениальных людей, которых я встречал в своей жизни. Но, так или иначе, Андрей Белый уезжает из Берлина. И во многом его отъезду содействовала Клавдия Николаевна Бугаева, а тогда Васильева, антропосовка. Которая, как считают, во многом по заданию советских властей увезла Андрея Белого из Берлина. И провела с ним последние годы жизни Андрея Белого вплоть до его смерти в 1934 году. Довольно сложно жил Белый, вернувшись в советскую Россию. Часто менял квартиры, возмущался своим житием уже в совершенно другом районе, неподалеку от Плющихи, в полуподвальном этаже он жил. Жил он и под Москвой, где, кстати, тоже теперь есть музей Андрея Белого. Ездил в Тебель к Максимилиану Волошину и по-разному относились и к его творчеству. Хотя все-таки книги его выходили. И последние книги Андрея Белого, которые вышли, это его воспоминания, которые я уже называл. Замечательная трилогия романов, трилогия, которая называется «Москва. Московский чудак. Маски и Москва под ударом». Воспоминания вышли, например, с предисловием Каменева, что, в общем, он говорил о значимости и популярности Андрея Белого. Но, конечно же, некоторое отчуждение не мог не чувствовать Андрей Белый. При том, что, в общем, вел он достаточно активную жизнь и за это время написал довольно много. Это и мемуары, и путевые очерки «Ветер с Кавказа». Андрей Белый путешествует по Кавказу в 20-е годы. И трилогия «Москва». И автобиографические произведения, которые издаются и переиздаются. И критические статьи, и, в частности, удивительная книга «Мастерство Гоголя». Удивительная просто по совершенно особому взгляду Андрея Белого на творчество Николая Васильевича. Так что этот период был, с одной стороны, плодотворным, но, с другой стороны, отчуждение не мог не чувствовать Андрей Белый. К тому же, в начале 30-х годов начались гонения на разные мистические школы и кружки, которые до этого расцветали, в частности, и в Москве. Начиная от философских обществ, любителей философии или вольного философского общества, до кружков, которые занимались, в частности, и оккультными науками, и дисциплинами. И антропосовский, в частности, кружок также существовал. Так вот, в начале 30-х годов проходило довольно много процессов. Но в результате, конечно же, не мистика и оккультные кружки, а не говоря уже о социальных, например, кружок анархистов, также были разгромлены. Это отчасти коснулось Андрея Белого, но ареста он избежал. А в 1934 году скончался и до самых страшных лет не дожил. Кстати говоря, небольшая разница в дате смерти Андрея Белого и Саши Черного. Саши Черный скончался в 1932 году, а Андрея Белый в 1934 году. Но вот то, что касается биографических сведений, я не то чтобы подробно, а на самом деле достаточно бегло обрисовал биографию того и другого, для того, чтобы в дальнейшем опираться на какие-то обозначенные факты и перейти к особенностям поэзии, шире творчества и того и другого. Если говорить о Саше Черном, то творчество его в каком-то смысле, ну если не совсем уж монотонно и однозвучно, то во всяком случае отличается вполне определенной составляющей, сатирической составляющей. Сатир юмористических стихотворений начал Саша Черный. Кстати говоря, уже первая публикация вызвала неудовольство во властей. Журнал «Зритель», где Саша Черный опубликовал свое первое стихотворение, которое называлось «Чепуха», тут же после этого был закрыт. Действительно, Саша Черный пишет в первую очередь социальные сатиры. Сатиры вышли в 2010 году, затем было еще одно издание, в 2011 году вышли сатиры и лирика. Историческое творчество Саши Черного было необыкновенно востребовано, как я уже сказал. Но помимо этого, конечно, Саша Черный писал юмористические стихотворения, лирику, которая, может быть, не отличается такой уж ярко выраженной или острой социальной направленностью, хотя социальная нота постоянно в его стихотворениях звучит. Известен он был и своими детскими стихотворениями. В «Эмиграции» он писал воспоминания и замечательные солдатские сказки, кстати говоря, относительно недавно переизданные. Но вот этот особый, я бы сказал, не столько пессимистический, хотя поэт-пессимист это чуть ли не клише, которое закрепилось за Сашей Черным, но саркастический взгляд на окружающую действительность, он оставался практически всегда. И это характеризовало как жизнь Саши Черного в России, так и его впечатление, например, от Германии. Бюргерский мир Гильдерберга описан Сашей Черным с не менее ядовитой интонацией, нежели то, что он видел вокруг себя в дореволюционной России. Так же, как и эмигрантский быт, отнюдь не всегда вызывал положительные эмоции у Саши Черного, а скорее наоборот. Но это уже, в общем, свойство таланта или взгляда на мир, или скорее особенности построения художественного мира, которыми отличается Саша Черный. Конечно же, возникали вот этот взгляд, и сама характерная особенность сатира Саши Черного вырастала не на пустом месте. Конечно же, в его творчестве легко разглядеть, как традиции поэтов-искровцев XIX века, Минаева в первую очередь. И, кстати говоря, не случайно, так же, как и Минаев, Саша Черный переводит стихотворение Генриха Гейна. По вот этому скептическому взгляду на мир, он во многом похож на своего немецкого, если не предшественника, то поэта, который ему во многом и родственен. Но помимо вот этой узнаваемой сатирической стихии, которую мы находим в произведениях Минаева, или Курочкина, или братьев Жемчужниковых, в не меньшей степени чувствуется еще одно влияние, которое вообще, наверное, так или иначе ощутимо в поэзии конца XIX века и даже начала XX века. Несмотря на то, что вроде бы этот поэт в силу такой, как иногда считалось, антипоэтичности и острой социальности, ну а плюс к тому, конечно, учитывая еще его хрестоматийность, он как будто исключается из этого поэтического мира или противопоставляется другим поэтам. Ну, я имею в виду, конечно же, в первую очередь Николай Некрасов, который оказал необыкновенное влияние на современников и на поэтов следующего поколения. Даже такие лирики, как Нацин, писали во многом с некрасовской интонацией. И некрасовские интонации легко увидите в стихотворениях Саши Черного. Но у Саши Черного это не столько переживание социальных бед окружающего мира, страдание за другого человека, хотя и это мы встретим в его стихотворениях. А это скорее всегда отстранение и неприятие не только социального зла, но в первую очередь пошлости и неприглядности, которые Саша Черный встречает в окружающей действительности. Кстати говоря, именно так и называется одно из знаковых стихотворений Саши Черного. Оно называется «Пошлость». Но это пошлость не в таком, если угодно, лирическом, мещанском и в чем-то даже притягательном виде, какой мы находим у Антона Павловича Чехова. При том, что она, конечно же, вызывала у Чехова абсолютное отторжение. А это взгляд человека, которого постоянно эта пошлость ранит. И именно это сказывается на совершенно иной экспрессии. Но действительно, все-таки эти узнаваемые интонации переходят к Саше Черному именно от Некрасова. Другое дело, что у Саши Черного, помимо всего прочего, как у человека другой эпохи, это не просто болезненное переживание окружающей действительности, а это еще всегда скептическое отношение к самой природе человека, как социальное, так, кстати говоря, и просто душевное. Ощущение того, что мало что можно изменить в этом мире. Действительно, если мы возьмем, допустим, одно из известных Некрасовских стихотворений, «Ты грустна, ты страдаешь душою, верю, здесь не страдать мудрено, с окружающей здесь нас нищетой здесь природа сама заодно, бесконечно унылые и жалкие эти пажи, тенивы, луга, эти мокрые черные галки, что сидят на вершине стога, это кляча с крестьянином пьяным, через силу бегущая вскачь вдаль, покрытую сизым туманом, это мутное небо, хоть плачь». Ну и вот начало знаменитого стихотворения, которое затем еще перевносится в город. И вот город, изображенный Некрасовым, где жутко нервом железные лопаты здесь теперь мостовую скребут, вот этот город, этот Петербург, он как будто бы перекочевал в стихотворение Саши Черного, но у Саши Черного совершенно другая экспрессия, всегда в этом насмешка. Он вот ту интонацию, которая становится своего рода клише, таким обыкновенным поэтическим социальным плачем, он изменяет, искажает издевкой, и поэтому его стихотворение, как будто восприняв интонацию Некрасова, становится совершенно иной. Их довольно легко найти, но я прочту одно из любимых своих стихотворений Саши Черного, где виден весь его социальный скепсис, которого все-таки нет у Некрасова. У него скорее такая неизбывная тоска, связанная с непросвещенностью, невежеством, угнетенностью народа. Но, тем не менее, вера в некоторые светлые идеалы, которые видны в целом ряде его программных, хрестоматийных стихотворений, она все-таки существует у Некрасова. До такой степени скептицизма он все-таки не доходил. А стихотворение одно из самых характерных для Саши Черного и для его мировоззрения называется «Потомки». Наши предки лезли в клетти и шептались там не раз. Туго, братцы, видно, дети будут жить вольготней нас. Дети выросли, и эти лезли в клетти в грозный час. И вздыхали, наши дети встретят солнце после нас. Нынче, так же, как вовеки, утешение одно. Наши дети будут в Мекке, если нам не суждено. Даже сроки предсказали, кто лет двести, кто пятьсот. А пока лежи в печали и мычи, как идиот. Разукрашенные дули, мир умыт, причёсан, мил. Лет через двести, чёртов стуле, разве я муфусаил? Я как филин на обломках переломанных богов. Я в народившихся потомках, нет мне братьев и врагов. Я хочу немножко света для себя, пока я жив. От портного до поэта, всем понятен мой призыв. А потомки, пусть потомки, исполняя жеребий свой и кляня свои потёмки, лупят в стенку головой. Но, как видим, до такой экспрессии, конечно же, Некрасов не доходил. И эта экспрессия, гранича не столько с отчаянием, сколько с издевательством, конечно же, довольно ярко выражена у Саши Чёрного и видна во многих его произведениях. Кстати говоря, Некрасов не меньшее влияние оказал и на Андрея Белого. Один из сборников стихотворения Андрея Белого, который называется «Пепел», написан под отчётливым влиянием Некрасовских стихотворений. Но, конечно же, Белого в большей степени интересовала здесь социальность, обращение к социальной действительности, обращение к тому, от чего он, если не отталкивался, но что, во всяком случае, не то чтобы даже не замечал, а что его не вполне интересовало. Андрей Белый, конечно же, развивался совершенно иначе, нежели Саши Чёрный. Саши Чёрный — человек, как мы видим, достаточно приземлённый, который хочет немного света, счастья обыкновенного для себя, отторгаясь, отрицая окружающую пошлую действительность. И вот в этом прорыве к незагрязнённому обыкновенному человеческому счастью, попытке этого прорыва, он постоянно находится. У Андрея Белого в не меньшей степени есть ощущение ущербности окружающей действительности, но Андрей Белый всё-таки уходил в самом начале своего творчества в материи отвлечённой. И в этом смысле он сделал не меньше, нежели Саши Чёрный в сатирической поэзии, как мы видим у Чёрного даже в том стихотворении, которое я прочёл. Это абсолютная свобода, абсолютное смешение самых разных стилей. Высокое, вроде бы, социальное стихотворение, во-первых, написано как будто неряшливо, во-вторых, допускает такие слова, вроде словосочетания «имычи как идиот», которые были невозможны даже в конце XIX века. Это гораздо больше экспрессии. Андрей Белый также изменил не только стилистику, но и саму поэтику, сам взгляд на художественное произведение. Первые его вещи, с которыми он выступил, помимо стихотворений, помимо сборника стихотворений «Золото в лазури» и «Московский кружок аргонавтов», к которым ходил Андрей Белый, путешественников за этим мистическим, сакральным, золотым руном, отсюда и название сборника «Золото в лазури», что, в общем, легко себе представить, как просто солнце, солнечная энергия. «Золото в лазури» — это на самом деле солнце, горящее в голубом небе. Так вот, этот сборник, который опирается, конечно, в первую очередь на искание символистов, вместе с Брюсом в это время Андрей Белый чрезвычайно близок. Так вот, помимо этих стихотворений Андрей Белый, конечно же, вошел в литературу своими знаменитыми симфониями. Драматическая симфония, Северная симфония, Клубок метелей, замечательная совершенно вещь, Кубок метелей, прошу прощения. Симфонии, которые до сих пор, может быть, по-настоящему не прочитаны, не расшифрованы. Андрей Белый стал достаточно рано думать не просто о новой образности, но о новых способах повествования, о новых способах организации текста. Примерно в это же время Андрей Белый публикуется в разных журналах, альманахах, печатает критические статьи. Выходят два тома, три тома его критики. Это Арабески, замечательная книга «Символизм» и сборник статьи «Лук зеленый». Статьи разные по своему задержанию. Это отклики как на современников, так и на предшественников. Белый пишет о самых разных писателях и поэтах, от Пушкина до Толстого, не говоря уже о тех поэтах, которые окружают его. Затрагивает самые разные проблемы. Но уже в книге «Символизм» он обращается к еще одной неожиданной совершенно теме, которая оказалась совершенно не разработана к началу XX века. Несмотря на то, что поэзия, села ботаническая поэзия существовала на протяжении уже полутора столетий, со времен реформы Тредяковского-Ломоносова. И уж после Ломоносова, села ботаника, как будто бы завоевала всеобщее внимание и стала чем-то, как будто бы окончательно изученным. Андрей Белый впервые обращает внимание на ту особенность, которая отличает русскую села ботанику. Он выявляет разницу между метром и ритмом. Метр мы все знаем, ямб, хоррей, двусложные размеры. Перихий, амфибрахий, дактиль. Трехсложные размеры. И мы привыкли к тому, что ямб — это двусложный размер, где ударение падает на четные слоги. А хоррей — на нечетные, например. Андрей Белый впервые обратил внимание, что строки, которые традиционно относятся к классическому четырехстопному ямбу, они по ритму своему не равны. И действительно, если мы сравним ямбические строки у того же Александра Сергеевича Пушкина, мой дядя самых честных правил и, допустим, адмиралтейская игла, мы увидим, что в одной строке четыре ударения, а в другой строке два. И ритм не той и другой строки, конечно же, изменяется. Андрей Белый впервые обратил внимание на то, что ямб очень часто разрушается стопами спандея. Он использовал, кстати говоря, название «дальше развивая», греческие размеры. То есть два безударных слога. В русском языке это невозможно, а в греческом языке возможно, потому что слоги отличались не по ударности и безударности, а по долготе и краткости. Так вот, спандея и перихи. Спандея, прошу прощения, два длинных слова, а перихи – два коротких, то есть два безударных. И вот эти стопы спандея и перихи делают, варьируют ямбическую строчку и правильные ямбы скажают. Уже Михаил Васильевич Ломоносов увидел, насколько трудно писать правильным ямбом, четырехстопным ямбом, например. То есть четко соблюдая последовательность ударений и соблюдая наличие всех ударений в строке. И Андрей Белый довольно много об этом пишет. Начинает исследовать ритм в пределах строки. Появляются его знаменитые рисунки. Он вводит еще одно понятие. Четырехсложный размер, который на самом деле в русской лирике не существует, так называемые пионы. Но если мы две стопы соединим, допустим, ямба, то у нас как раз получится вроде бы пион, четырехсложный размер. На самом деле он легко разбивается на двусложный размер. В последствии в романе «Дар» Владимир Владимирович Набоков довольно ядовито пародирует эти статьи Андрея Белого. Эту попытку внесения такой математической составляющей, если угодно, в исследовании поэзии. И даже не столько внесения в само исследование, сколько попытка в «Даре» как раз и обнаруживается, что вот это разъятие стихотворения, оно с одной стороны любопытно, но с другой стороны с творческой точки зрения достаточно бессмысленно. Очень трудно писать стихи, ориентируясь на эти схемы, которые рисует Андрей Белый. Впоследствии у Андрея Белого в изучении ритмики появляется еще одно удивительное произведение. И, кстати говоря, гораздо менее известное, нежели статья Андрея Белого в сборнике «Символизм». Сборник, вышедший уже в ту пору, когда Андрей Белый находился в России. Называется он «Ритм как диалектика» и «Медный всадник Пушкина». И здесь Андрей Белый предпринимает уже совершенно иного рода попытку. Его волнует ритм уже не только в одной строчке, а ритм всего стихотворения. Он пытается выяснить, каким образом меняется ритмическая фигура всего произведения. И именно с этой точки зрения он анализирует «Медный всадник» Александра Сергеевича Пушкина. Михаил Леонидович Гаспаров на сегодняшний день, пожалуй, самый авторитетный исследователь ритмики в отечественной филологии, говорил, что дальше этих идей Андрея Белого по изучению ритма не только строки, но всего произведения никто не продвинулся. И действительно эта методика Андрея Белого, его взгляда на поэтическое произведение именно с этой точки зрения, с точки зрения ритма, она в каком-то смысле не была воспринята и остается невоспринятой до сих пор. В этом смысле для исследователей ритма лирического произведения, вот эта вот традиция Андрея Белого, я думаю, весьма плодотворна, или во всяком случае здесь есть над чем подумать и есть, что дальше развивать. Ритм вообще волнует Андрея Белого чрезвычайно сильно. Его символизм, его мистицизм носят совершенно особенный характер. На Андрея Белого, конечно же, сильнейшее влияние оказал Николай Васильевич Бугаев с его математическим мышлением и с его пристрастиями к, если не рациональной, то философии, которая близка математике, к либницу в первую очередь. Понятие монада, которое так важно было для Николая Васильевича, об этом пишет Андрей Белый в своих воспоминаниях. Поэтому Андрей Белый на протяжении всего своего творческого пути как будто бы все время вспоминал, что отец его математикой в себе, как будто бы, если не обнаруживал математикой, то во всяком случае обнаруживал эту математическую наследственность. Получалось это у него не очень хорошо, но тем не менее, его произведения, его тексты пестрят разного рода рисунками и схемами. Более того, Андрей Белый даже пытается в виде графика, в виде отдельной схемы представить всю свою жизнь. И вот здесь понятие ритма оказывается для него чрезвычайно важным. Ритм оказывается не просто простым колебанием, а то, на чем основано существование вообще. Понятно, что применительно к Андрею Белому можно говорить о самых разных идеях. Он интересовался и оккультными науками, и астрологией, и, кстати говоря, в примечании к сборнику легко можно увидеть эти ссылки. И философии Владимира Соловьева, с которым он повстречался, и который оказал на него очень серьезное влияние. Соловьеву посвящена одно из произведений Андрея Белого. Иными словами, интересы Андрея Белого достаточно разнообразны. Как я уже сказал, в десятых годах он увлечен философией, мистической философией Рудольфа Штайнера, от которого несколько отходят впоследствии. Но все-таки, если говорить об этой особенности, о феномене Андрея Белого, то, наверное, стоит отметить, в первую очередь, две категории. Это ритм, который определяет мир художественного произведения и жизнь человека. А его манифестацию, все есть ритм. Наверное, так можно представить Андрея Белого. И это, кстати говоря, не будет преувеличения. Мы всегда увидим вот эту попытку изменения, искажения ритма, начиная с ранних его произведений и до позднего его творчества. Итак, это ритм, это одна из важнейших категорий Андрея Белого. И вторая, связанная, как я попытаюсь показать, с этим категория, это категория памяти или, точнее, припоминания. Это попытка прорваться в до, даже не просто в утробное, а в доутробное существование. Попытка понять, откуда начинается я, с чего оно начинается. Что является тем импульсом, который приводит в колебания, благодаря которому приходит в колебания жизнь человека. И определяется жизненный ритм. И отсюда такое внимание Андрея Белого к ритму в лирике. И не просто в лирике, а в повествовании вообще. Первые произведения Андрея Белого называются «Неслучайной симфонии». Они строятся по совершенно другому принципу. Это не рассказанная история, а это, скорее, множество мотивов, как в музыкальном произведении, которые определяют повествование, которые пересекаются, сливаются. И вот в развитии этих мотивов, ритм образов, ритм интонаций, повторяющихся иногда образов, именно в этом и оказывается смысл написанного текста. Затем у Андрея Белого это проявляется и в прозе. Но одно из самых таких условно реалистичных произведений Андрея Белого, с одной стороны, а с другой стороны, абсолютно мистических. Это его роман «Серебряный голубь», написанный под впечатлением от изучения русского сектанства, в частности, хлыстов. И это с одной стороны, а с другой стороны, написанный под воздействием Гоголя и Достоевского. Вот писателей родственных, разумеется. И первая попытка подойти к теме, которая станет чрезвычайно важной тоже для Андрея Белого, это проблема терроризма, провокации, убийства, террористического, революционного убийства. Этот мотив будет одним из главных в его романе «Петербург». И вот в Петербурге, несмотря на то, что там появляется гораздо более, нежели в симфониях, то есть в «Северной», «Драматической», в «Кубке метели» и «В симфонии «Возврат», гораздо более ярко выраженный сюжет, все-таки рассказывается история, история отца убийства, история семьи Облеуховых, история террористического акта. Но несмотря на то, что есть сюжет и история, в гораздо большей степени важны будут вот эти постоянно звучащие мотивы, повторяющиеся образы, вроде красного домино, которое возникает на страницах Петербурга. И вот эти повторяющиеся фразы организует повествование Петербурга. И вдруг этот текст читается уже совершенно иначе. Оказывается, он гораздо больше сюжета. Сюжет оказывается лишь одной из ниточек, которые образуют повествовательную ткань. И вот этот танец образов по существу определяет ритм Петербурга. А ритм оказывается вот той доминантой, если угодно, в повествовании, которую и пытался выделить Андрей Белый. Владимир Набоков, который скептически относился к поэтическому творчеству Андрея Белого, вовсе не случайно Петербург ставил в ряд трех великих произведений XX века. То есть в один ряд с Улисом Джойса, о котором у Владимира Набокова, пожалуй, одна из лучших статей вообще в истории изучения этого произведения. И с романом Пруста «В поисках утраченного времени». Действительно, этот роман, который открывает совершенно другие возможности для рассказа, для повествования, для изображения, когда изображается мир в целом, а не просто история одного человека. Когда изобразительные способы, методы выходят за рамки, и просто рассказывание истории и описание характеров. Итак, ритм оказывается важным для Андрея Белого и в просьбе. И впоследствии в статье «Мастерство Гоголя» Андрей Белый пытается показать, каким образом ритм на самых разных уровнях, сюжетном, композиционном, образном, даже на уровне фразы, каким образом он определяет ткань произведения. Действительно, в «Мастерстве Гоголя» пожалуй, одно из самых пристальных и вдумчивых рассмотрений, и одно из самых вдумчивых интерпретаций «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя. Андрей Белый считает, что именно Гоголь начал русскую прозу, потому что в нее он погрузил поэзию. И в своей книге подробно разбирает вот это влияние лирики, ритмической в первую очередь, на прозу Николая Васильевича Гоголя. А сам Белый нарочито пытался ритмизовать свои произведения. Прибегал к инверсии, их очень много. А чуть позже, когда Мрет Шагинян анализировала одну из более поздних вещей Андрея Белого, его повесть «Крещеный китаец. Еще одно возвращение к своему детству». Она обратила внимание, что «Крещеный китаец» производит такое странное впечатление, именно потому что на самом деле эта повесть написана гигзаметром. Другое дело, что гигзаметр не всегда соблюдается. Но если мы почувствуем ритм этой фразы Белого, инструментованный под гигзаметр, то многое сразу встает на свои места. Это действительно совершенно другое чтение, по-другому воспринимается эта повесть. Таким образом, в ритме живет человек, в ритме проявляется произведение. А ритм — это все. Ритм — это стихотворение, это слово. Ритм — это жест, это любая манифестация человека. Ритм, в конце концов, это и сама жизнь. Каждый день проживается по-разному. Один более насыщенно, другой менее. А в каждый день что-то случается. И если мы будем по-разному рассматривать насыщенность, импульсивность того или другого дня, мы увидим, что и наша жизнь имеет некую ритмическую фигуру. И сам Андрей Белый попытался свою жизнь изобразить в виде такой ломаной кривой, исходя из того, насколько насыщен событиями, насколько высок или низок с точки зрения духовных исканий или творческого содержания тот или иной год. Это линия жизни. График, сохраненный Николай Бугаевой, на таких больших листах хранится. Вернее, его можно посмотреть в музее Андрея Белого. Более того, этот жизненный ритм, линию жизни Андрей Белый затем откомментировал. Показал, кто на него влиял. Влияние идей, влияние конкретных людей. И таким образом, вот этот график оказывается своего рода энциклопедией, полным представлением о жизни Андрея Белого. А ритм искал Андрей Белый и в звуке. А ритм и жест. Поэтому и звук, даже звуковое выражение получает выражение жестикуляционное. И не случайно во всех воспоминаниях вы увидите, что когда говорят о белом лекторе, то всегда будут писать о том, что Андрей Белый не столько произносил свои лекции, сколько их танцевал. Потому что каждое слово он пытался подкрепить жестом. Жест — это такая же манифестация человека, человеческой души. Проблема характерная для символизма вообще, который стремился расширить пределы творчества. Творчество — это не только поэзия, это не только художественная манифестация. Творчество — это вся человеческая жизнь. Это своего рода литургия. Человек творит в каждый момент своего существования. Другое дело, что это творчество разное. И таким образом и здесь вот этот ритм и жест, который можно зафиксировать, нарисовать, оказывается для Белого чрезвычайно важным. И в антропософии, наверное, Андрея Белого привлекало именно это. Что ритм оказывается тем звучанием или тем жестом, если уже повторять слова Андрея Белого, который определяет еще и характер души человека. Отсюда его увлечение и в ритмии. И в ритмии, которая так повлияла, кстати говоря, на культуру 20 века, из которой родилась даже вроде бы такая прозаическая вещь, как аэробика, это попытка в движении передать, в физическом движении, передать движение души в интуитивном мире. Иными словами, танцующий человек как бы повторяет движение своей души в мире ином. И вот эта манифестация в жесте позволяет понять человеку, а что скрывается за пределами человеческого существования или за пределами материальной действительности. И опять-таки через ритм, через жест пытался проникнуть Андрей Белый вот в эти бездны, в эту темноту и на бытия. Будь то смерть или рождение. Точка финальная и точка начальная. И поэтому все его прозаические произведения после Петербурга, хотя и в Петербурге мы можем видеть черты биографические, не случайно семью Облеуховых связывали многие исследователи творчества Андрея Белого с семьей Бугаева. Так вот все произведения Андрея Белого после Петербурга носят откровенно автобиографический характер. И Котик Летаев, и Крещеный Китаец, и трилогия Москва. Ну и не говоря уже о воспоминаниях, где Андрей Белый уже отказываясь, как бы вроде бы отказываясь от художественной манифестации, в мемуарах, в воспоминаниях пытается проследить становление своей души. Но на самом деле, конечно же, это его попытка в этом ретроспективном взгляде понять смысл своего собственного существования. Стремясь проникнуть в доутробное бытие человека, Андрей Белый тем самым пытается прояснить и смысл своей собственной жизни. Это особая ретроспекция, не имеющая, кстати говоря, непересекающиеся, вернее, пересекающиеся, но имеющие совершенно иной характер с попытками, на которые предпринимали примерно в то же время психоаналитики. Но в первую очередь, конечно же, Юнг с его учением об архетипе, в его попытках увидеть мифологическое начало в душе человека. Кстати говоря, один из ближайших друзей Андрея Белого Метнер стал юнгианцем и переводил на русский язык труды юнга, отказавшись, кстати говоря, от антропософии. У Белого немножко иной взгляд. Он, несмотря на то, что многое из того, что Андрей Белый открывает в душе человека, разные исторические эпохи, в которые проживает человек, переходя от младенчества к детству и дальше к юности, как постепенно раскрывается сознание, как постепенно по-другому начинает восприниматься мир. Вот это особая антропология Андрея Белого, которую можно назвать своего рода палеологией, даже если угодно, или душевной археологией, когда в дальше, вглубь погружается человек, открывая в себе то, что связывает его с самыми разными культурами вплоть до исторического мира. Это, конечно, одно из удивительных свойств его творчества и в первую очередь его проза. Поэтому те социальные мотивы, которые звучат в произведениях Андрея Белого, будь то терроризм или шпионские страсти, которые царят в трилогии «Москва», и сам Андрей Белый, кстати говоря, действительно отличался, можно сказать, некоторой параноидальностью, потому что вот эта боязнь преследования врагами, когда друзья превращаются в врагов, в воплощение темных сил, которые на него обрушиваются, характеризует практически всю его жизнь. И вот это соединение понятия ритма и особого припоминания, особой памяти о себе, о своей собственной душе, которая дает возможность расти и развиваться дальше, одна из удивительных особенностей этого замечательного поэта, писателя, мыслителя, который, конечно же, оказал необыкновенное влияние на современников и который до сих пор в своем творчестве и в своих произведениях таит множество абсолютно загадочных и нераскрытых вещей, но начиная хотя бы даже с своих знаменитых симфоний, которые не то что не поняты, а даже по существу не прочитаны по-настоящему. Спасибо вам за внимание. Спасибо.